По-прежнему тепло, солнечно и немного ветрено. Спорт-ФМ. Сто процентов жизни. 14 часов 4 минуты в Москве. Продолжаем сто процентов жизни. Вместе с вами Илья Громов. Оля мне помогает вести этот эфир. У нас сегодня очень приятный второй час. К нам в гости пришли участники предстоящего в Москве шоу Монстер Мания. Шоу, которое зрители из Санкт-Петербурга уже смогли увидеть 21 марта, 28 числа. Оно будет в Олимпийском в Москве. Представляю вам наших гостей. И Оля сейчас представляет вам наших гостей. Потому что я сижу ближе, Илья. Давайте начнем. Рядом со мной сидит Алексей Колесников. Вот сразу, Алексей, можно вопрос? Во-первых, добрый день. Здравствуйте. И сразу вопрос. Правильно говорить человек, который занимается мотофристайлом или мотофристайлист тоже можно? Можно и так, и так. То есть я сегодня утром, когда объявляла, что Алексей к нам придет, я, в принципе, сказала все верно. Далее поехали. У нас также в студии есть Петер Ньюман. Он является пилотом вот этого огромного монстр-грузовика. И не удивляйтесь, что Питер будет говорить прекрасным женским голосом. Спасибо переводчице Елизавете. Елизавета Ширазия тоже с нами. Добрый день. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, кого монстром называть? Машину или пилота? Что в данной ситуации монстр? В основном монстр это монстр, а я просто езжу на грузовике. Я посмотрел тут несколько видео ваших выступлений. Я хочу понять, а как определяют победителя? То есть самый большой прыжок или сколько больше всего машин или скорость? Я смотрел несколько видео. Как вы понимаете, кто победитель? Кто-то, кто делает большие прыжки или кто-то, кто уничтожил большие машины? Ну, зависит. Обычно мы не знаем себя. Они просто представят нас, кто победитель. Обычно мы сами не знаем, кто победил. А как же в итоге определяют чемпион? Это будет в конце просто сюрприз. Да, и также вас ждет в эту субботу шоу мотофристайл. У нас в России, Алексей, по-моему, не так много спортсменов с уклоном в мотофристайл. В дисциплине фристайл-мотокросс вообще, в принципе, в мире спортсменов не так много. Это не такая многочисленная дисциплина, как, например, мотокросс или как-то на кольцевые гонки или как что-то еще. А не так много это сколько? Например, на сегодняшний день в нашей стране это порядка 10 ребят, которые готовы делать трюки, выступать и делают это достаточно профессионально. Если взять, например, Италию, там 15-20 человек, учитывая то, что там этот спорт развит давно. Но в Америке, конечно же, другие цифры, да, потому что это страна, это, в принципе, страна родоначальник, да. То есть это та страна, где зародились вообще многие экстремальные дисциплины. Вот, поэтому в Швеции наверняка тоже порядка там 15 человек, да, которые занимаются профессионально фристайл-мотокроссом. Поэтому статистика плюс-минус такая, то есть это десятки, десятки-сотни, но не тысячи. Как вы, вот я читал, что вы с 12 лет на мотоцикле, да, сели, именно уже в соревновательную сторону. В соревновательную, в соревновательной части. Как ребенок выбирает именно мотоцикл, по какому принципу? Здесь у всех, конечно, своя предыстория. Вообще, на самом деле, 12 лет – это достаточно поздний возраст. Если брать мотокросс, я начинал с дисциплины мотокросс, да, именно с гонок, то как бы самого молодого гонщика, которого я видел в своей жизни, 2 года 8 месяцев. Это маленькие дети, да, да, да. Идея продается в такие маленькие мотоциклы. Да, у них точно такое же. Маленький мотоцикл с объемом двигателя 50 кубических сантиметров, вариатор стоит, да, то есть у него нет передачи, тормоза, шлем, мотоботы, очки, экипировка – все абсолютно одинаковое, все точно такое же, как у взрослого гонщика. Один в один. И детские права у него на мотоцикле? Права ему не нужны, потому что он ездит по пересеченной местности, по трассам мотокросса, либо просто по тренирующим трекам, по полянам, под присмотром тренера, разумеется, либо папы, либо… Ну, то есть все вот так в этой дисциплине происходит. Спасибо, Питер. Это были самые милые соревнования, наверное, в этой истории. Самые няшные соревнования в истории. Питер, а как вы стали водителем «Монстров»? Вы тоже с 12 лет? Во сколько лет вы решили сесть за руль вот такого огромного агрегата? В каком возле вы решили ездить за руль этот огромный трек? Когда я был 4 лет, потому что мой отец ездил за руль «Монстров». Вообще, когда мне стало 4 года, потому что мой дядя ездил на чем-то подобном. И в 4 года я участвовал в своих первых соревнованиях, и после них сказал маме «Мама, я буду заниматься этим видом спорта». И 2 года назад я выиграл рейс. Да, еще не набрал такой ход «Монстрмани», как, например, американский «Монстров»-трак, но уже очень популярный. И в России не первый год. А как выглядели детские соревнования эти, представить, хочу себе детей 4-летних. «Монстров-траки» не так популярны в России, как, например, в Америке. Но как выглядели первые траки для детей? Первые траки для детей? В возрасте 4 лет. Они были намного меньше, чем сейчас. Ну и те, которые мы видели по телевидению, похожи на те, что у нас в настоящее время. Напомню, что во второй части программы после 30 минут мы будем разыгрывать два билета на шоу «Монстрмания» в нашей рубрике «Чья тачка круче». И сейчас предлагаю немного разогреться и спросить наших участников, почему именно зритель должен пойти на их соревнования в эту субботу. То есть пойти, сейчас спросим сначала у Алексея, почему зритель должен прийти и посмотреть именно на соревнования фристайлистов. Ну, наверное, в первую очередь потому, что мероприятия по этой дисциплине проводятся не каждый день, не каждый месяц, поэтому как бы достаточно редкая дисциплина. И сколько не было у нас мероприятий, равнодушных зрителей мы ни разу не видели нигде. И постоянно куча позитивных отзывов, что мероприятие только проходит, и люди уже спрашивают, когда и где вас можно увидеть снова. Собственно, поэтому и часто также народ бывает пишет, звонит, что мы не знали, было мероприятие, почему там не было информации, мы об этом ничего не слышали. Но чтобы не было таких моментов, нужно просто следить за новостями, смотреть на афиши, читать и приходить на наши мероприятия. Я, кстати, напоминаю, что у нас сегодня в гостях только что отвечал Алексей Колесников, он мотофристайлист, а также у нас в студии есть Петер Ньюман, он является пилотом вот этого здорового монстр-трака. Петер, и вас хочу спросить тоже на эту же тему, почему человек должен прийти, посмотреть именно на шоу монстров, а не на фристайл, допустим. Вот почему именно ваша часть шоу самая крутая в Олимпийском. Потому что это то, что надо увидеть живую, эти огромные машины, которые весят 5000 килограмм, и то, что они показывают, это великолепно. Нет ничего подобного. Рев, полторы тысячи лошадиных сил и арена Олимпийского, поэтому вы должны выбрать монстров. Вот именно про рев я хотел задать следующий вопрос. Вообще машины, которые я слышал, не способны создавать такой рев. Вы ставите туда какие-то усилители, потому что звук невообразимый, как у самолета. Как вы делаете так много звуков? Вы добавляете что-то специальное? Нет, он сам по себе такой. Неплохо, на самом деле. Двигатель он ли? Если у вас есть очень высокая чувствительность к всяким слуховым вещам, то берите с собой беруши на это шоу, потому что звук очень громкий и очень яркий. Алексей, а на сколько метров в высоту мотоцикла будут там в Олимпийском взлетать? Порядка 12-13 метров. Я просто пытаюсь понять, как... Вы трассу видели уже, да? Ну, не трассу, а всю площадку, да? Ну да, конфигурация трека, да, плюс-минус знакома. Это же должно быть на 100% безопасно. Может ли на шоу что-то случиться, что... Ну, такое неприятное. Бывают такие случаи? В таких дисциплинах, как фристайл, мотокросс и также у ребят, у монстр-траков обезопаситься на 100% никогда нельзя. Именно поэтому горстка людей на земле этим занимается. Именно поэтому это шоу можно считать эксклюзивным, потому что ты никогда не знаешь, как ты можешь отвечать на 100%, что 100% безопасности в том, когда ты прыгаешь в длину 25 метров и в высоту в 13. То есть это практически третий этаж дома. Если вдруг что-то идет не так, ты ошибаешься или падаешь, то это равносильно тому, что просто одеть на себе шлем, мотобот и экипировку и выпрыгнуть с третьего этажа. У меня сразу вот вопрос вдогонку. Алексей, а вы можете назвать точное число переломов бывших в вашей жизни? На самом деле немного, к счастью, к счастью немного. У меня фристайл-мотокросс, да, у меня там были проблемы с голеностопом, у меня были проблемы с ребрами, были проблемы с рукой, ну и, наверное, на этом точка. Сразу могу сказать, что как бы безумно эта дисциплина не выглядела, если правильно подходить к тренировочному процессу, можно себя максимально отвести в сторону от травм и прочих неприятностей. И, кстати, вот внесу, извините, перебью, внесу пометку, что самую свою серьезную травму в жизни я получил на велосипеде. Вот так вот. Я просто хотела спросить, а потом не сложно возвращаться к выполнению этих трюков вот после травмы? Тяжело. Это самое, наверное, самое тяжелое, что есть. Именно это и позволяет доказать самому себе, насколько ты далеко готов зайти и чего ты стоишь. Потому что когда есть некоторые трюки на сегодняшний день, то есть это комбинации во время сальта-назад, различные цунами-флипы, кликер-флипы, андер-флипы, которые требуют просто супер много времени. Все время, которое возможно, они все забирают. И физические тренировки, и технические тренировки, и накат постоянный. И когда ты получаешь травму, ты выбываешь из игры на месяц, там, полтора, может быть, два, может быть, и больше, то когда ты начинаешь заново, у тебя даже охватывает страх, сможешь ли ты делать это вновь. Ты просто представляешь объем работы, который тебе предстоит проделать заново, и тебя охватывает некий такой страх. Сейчас мы на новости вынуждены прерваться. Вот вы их калечите, а вы сами можете получить травму в такой ситуации? Да, на самом деле, это опасный вид спорта. И один раз я выпал из своего грузовика и повредился. Я, кстати, сейчас, да, слушателям скажу, что вообще у вас, по-моему, есть такая акция, и вы можете провести зрителей на грузовике, да, на одном из них. А не боитесь, что они выпадут? Я имею в виду, я видел какую-то машину. Да, переведись, пожалуйста, Лиза. Да, ну, он сказал, что вообще зрители не могут повредиться, потому что соблюдаются все параметры безопасности. Я видел акцию, по-моему, перед шоу есть специальный огромный грузовик, куда могут желающие залезть и прокатиться. Он говорит, что перед шоу он видел огромную трюк, где spectators могут сидеть и ездить. Да, 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 да. Да, в три часа перед заездом, перед шоу, зритель может сесть и покататься. Это безопасно? Да, это абсолютно безопасно. Я хочу отметить, что наверняка не за рулем, а как пассажир прежде всего. Естественно. А то мне придут люди и скажут, что у меня есть права, можно я себя повожу немножечко, погазую. Поэтому, друзья, имейте в виду, все в пределах разумного. 276-093-2, 276-1-93-2. Наши эфирные номера телефонов, 495, код города. Если у вас есть вопросы к нашим сегодняшним гостям, то вы можете позвонить, задать их в прямом эфире. Или также можете написать сообщение на номер 5533. В начале сообщения сделайте пометку «спорт» и через пробел тоже пишите текст. И знаю я тех людей, которые за руль грузовика будут рваться. Не надо на меня смотреть. Хорошо. Но все-таки знаю, Оля. Вот один-один за сегодня. Алексей, я хочу спросить. Не очень в России знакомы вообще с тем, как проходит шоу «Мотофристайл». Расскажите немного о том, что может человек увидеть там. Различные категории трюков. Это и базовые трюки, такие как различные захваты седла, подкруты ногами, стойки на одной руке, стойки на руле на двух руках, различные прогибы, загибы, прыжки боком. Ну и, конечно же, сальты назад и комбинации во время сальты назад. То есть такие трюки, как суперфлип, суперфлип индии, андерфлип, сальты назад без рук, сальты назад во время того, как находишься вверх ногами, в отличные точки ты хлопаешь ногами. В общем, все те самые трюки, которые можно увидеть на современных соревнованиях. А есть какой-то особенный прыжок, который делаете именно вы? Вот самый любимый и самый сложный? Ну, есть любимый прыжок. Не могу сказать, что он, наверное, самый сложный. Как говорится, «weeps never lie», «weeps never die» — это прыжки боком, так называемый «хлыст», когда ты выпрыгиваешь. Это не сальты назад, ты просто разворачиваешь мотоцикл на 90 градусов, может быть, даже больше, и перед самым приземлением ты его ставишь обратно. Зрители обычно реагируют на этот трюк гораздо сильнее, чем на то же сальты назад. И вопрос тоже Питеру Ньюману сейчас такой же по поводу именно представления этого шоу, чтобы слушатель мог понять, что он увидит там, в Олимпийском, когда придет в субботу. Can you explain to the listener, what will he see when he comes to the competition? Yes, first of all, we'll do something that's real racing. We will do... Each of us will do a qualifying run. And depending on our times, we will then meet in the finals. So, like regular racing, and we have the fastest truck will be the winner. Сначала будет обычный заезд, как квалификация, по итогам которых сформируются уже победители этого. And after that, we will have something called a donut competition, which basically means that we will spin around in a circle, and the one that can do it the fastest and the most spins in 20 seconds will be the winner. Далее будет соревнование, которое называется Donut, когда грузовик крутится вокруг своей оси, и тот, который сделает больше поворотов за 20 секунд, и будет победителем. And the donut competition is not as easy as it looks, because the center of gravity of the truck is very high, so it can flip easy. И на самом деле это не так просто, как кажется, потому что центр гравитации очень высоко, и это усложняет задачу. А машины давить будете? And will you damage cars? Not during the... During racing we will jump over cars, so basically the fastest of us that can drive over cars will be the winner. Во время заездов мы будем повреждать машины, и, наверное, самый быстрый из нас и станет победителем. And after that there will be freestyle, which usually is the crowd favorite, and also the big favorite for me at least, because then we will have, I think we have a minute and a half, 90 seconds, to do whatever we want on the tracks, so they will put out big obstacles, and we're gonna fly as high as we can, produce as much noise as possible, and just have fun driving. And I can tell you, freestyle is like being, you know, imagine the most amazing rollercoaster that you can picture yourself, and you control it yourself. It's so much fun. And there will be judges, that decides whoever did the best freestyle and did the best show for the audience. И судья решит, какой freestyle был лучше. А вот вопрос, а судьи кто? Действительно, это специфические люди, наверное, да, судят соревнования. And who will judge it? Well, we have some guys, yeah, it's the audience. I just found out that in Moscow it will be the audience. В первую очередь это аудитория. По шуму аплодисментов, да? So clap a lot for Thor, God of Thunder, that's my track. So come, 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 come to Olipski arena and vote for me in the freestyle. I will do my best to put on a great show. Well, I'll do everything, what I can do. Алексей, у вас система оценок есть какая-то на соревнованиях? Вот не на шоу, на соревнованиях. Или тоже по публике? Нет, конечно же есть. Конечно же есть. И причем судейские критерии сейчас достаточно жесткие на сегодня. Поэтому современные соревнования по фристайл-мотокроссу, они просто требуют максимум подготовки. Оцениваются по следующим критериям, очень схожие с фигурным катанием. Сложность трюка, частота исполнения, реакции зрителей, задействие всего трека. То есть также судей смотрит, какие линии ты задействуешь, с каких рамп, с каких трамплинов ты прыгаешь, какие траектории ты выбираешь. Но и как бы артистичность понятна. Все в таком ключе. То есть нельзя ошибаться, нельзя отступаться. Даже если тебе нужно переключить какие-то там отмычки на руле еще где-то для каких-то трюков, то это нужно делать сверхтехнично. После небольшой паузы мы вернемся к разговору с нашими гостями Питером Ньюманом, Алексеем Колесниковым, а также будем играть, разыгрывать билеты на Монстер Манию в рубрике «Чья тачка круче?» СПОРТ-ФМ. СТО ПРОЦЕНТОВ ЖИЗНИ. Задай вопрос ведущим СПОРТ-ФМ. Телефоны прямого эфира 2760-93,2, 2761-93,2. Код Москвы 495. Ты слышишь нас каждый день. Хочешь увидеть то, что ты слышишь? Наверняка хочешь. А мы очень хотим похвастаться. Нашим желаниям суждено совпасть. Заходи на сайт спорт-фм.ру и смотри прямые видеотрансляции из нашей студии. Знакомься с нашими гостями и ведущими. Читай новости. Общайся. спорт-фм.ру Реклама Весна. Мир возвращается к привычному ритму. Не отставайте от жизни за рулем динамичного BMW X1. Дела не ждут. Бодрящие. Весеннее предложение на обновленный BMW X1 в салонах официального дилера. BMW Независимость. Подробности по телефону 495-787-8008. BMW. С удовольствием за рулем. Я тебе дарю. Я дарю в аптеках опять. 12 марта до 12 апреля в аптеках опять за покупку от 3000 рублей вы получаете подарочную карту опять я дарю, а на ней... 500 рублей. Аптека опять я дарю. Живи без тебя нет. Телефон для справок 8 800 263 03. Дополнительная информация на сайте аптека5.ру. Кстати, 1147-й начало истории Москвы. 1147-й жилой квартал на Алексеевской. Начало твоей истории. Паркинг, фитнес, бассейн, детский сад. Особые условия до конца марта. Звоните. 223-48-ки. Код города 495. 1147 своих историй. Проектная декларация на сайте дом1147.ру. Телефон рекламной службы Спорт.ФМ. 620-46-64. Код Москвы 495. Словарь спорта. Спринт в велоспорте, как и везде, является самым быстрым видом программы. Но не удивляйтесь, когда увидите, что победитель крупнейших соревнований показал весьма далекие от рекордных секунды. Велосипед позволяет за доли секунды развивать очень высокую скорость. Поэтому задача спринтера — первым совершить рывок. Дистанция очень короткая. Обычно два круга. И тот, кто рывок проиграл, наверстать упущенное просто не успеет. Нередко можно видеть, как после старта спортсмены замедляются, а порой и замирают на месте, глядя друг на друга, и стараясь поймать движение соперника, чтобы в ту же долю секунды включиться и показать лучший старт. Тактические игры спринтеров — одна из самых захватывающих частей велосипедной программы на крупных... Спорт-ФМ. 100% жизни. 14 часов 34 минуты московское время. Вместе с вами 100% жизни Илья Громов, Оля. И сегодня у нас очень большой состав во втором часе. Напоминаю, что участники шоу «Монстрмания», которое в эту субботу пройдет в Олимпийском в Москве у нас в гостях, один из самых безбашенных, как написано на сайте «Монстрмании» монстров гоночной серии Питта Ньюман и лучший российский мотофристайлер Алексей Колесников. Пишите нам звонить, и мы сейчас ждем двух звонков для того, чтобы играть в нашей традиционной рубрике «Чья тачка круче?» Будете доказывать Оле сейчас, что именно ваша машина и всем нам лучше, чем у вашего соперника. 276 093 2, 276 1 93 2, эфирный номер телефонов. Нам нужно два участника, которые будут состязаться между собой. Не забывайте, что код города 495. И вы получите, если выиграете билеты именно на «Монстрманию». Хочу сейчас наших гостей спросить. Два билета. Два билета, да. Питер, а девушки клюют на монстров? Do girls like monsters? Yes, usually. Обычно, да. Вам это помогает как-то знакомиться? Помогало, помогает с девушками? Does it help you to get acquainted with ladies? Может быть, он женат? Что за вопросы? Помогало. It has happened. Как бывало. Ну, Алексей, я думаю... Можно, подожди, Питер не женат, я так полагаю. Are you married? No, but I have a girlfriend. Нет, но у меня девушка. Но она же не знает русский, она не услышит, что вы говорите. So if she doesn't speak Russian, she won't hear us. Что мы тут обсуждали на радиоспорт? Пока девушка была далеко. Алексей, наверное, на мотоцикле клюют неплохо, да? Не надоедают теперь такой вопрос? Да нет, конечно, не надоедают. И, ну, приятно. Просто приятно видеть реакцию зрителей, реакцию девчонок, в частности, да. Для нас, наверное, это самая большая награда. Мы в такие случаи, мы понимаем, что мы делаем ради чего. Мы понимаем, ради чего мы это делаем. Сколько селфи за шоу вы делаете с болельщиками? Много. Даже нет счета. И сейчас как раз у нас едет дозвонившаяся в эфире с Портефом наша традиционная игра. Чья тачка круче? Сейчас объясню и нашим гостям, и нашим слушателям, что будет происходить. Дозвонились двое слушателей. Каждый считает, что его тачка круче. И будут они доказывать Оле, что она должна уехать именно с ним, а не с его соперником. В закат. Да, еще рано, подожди, Оль. Борис и Олег. Давайте проведем перекличку традиционную. Борис. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, какая у вас машина, цвет и марка? Chevrolet Avia серебристая. И Олег? Олег. Добрый день. Да. Какая у вас машина? Priora. И цвет? Черный. Черный. Первая красная, да? Оль, вторая черная. Нет, серебристая. А серебристая и черная. Я все записываю. Все, красного цвета нет, значит, Оля изначально без предпочтений. Сейчас Оля будет задавать вам по одному вопросу, и вы должны на них отвечать лучше, чем ваш соперник. Добрый день, Борис. Добрый день, Олег. Ну, значит, ситуация, как всегда, гипотетическая. Я подхожу к одному из ваших автомобилей, и вы должны назвать по одному самому важному какому-то качеству вашего автомобиля, которым вы очень гордитесь и который должен повлиять на то, что я должна прыгнуть в вашу машину и уехать вместе с вами. Итак, Борис, начнем с вас и с вашего серебристого шевроле. Борис, вы готовы? Я подхожу, такая цок-цок-цок на каблучках к машине. И тут вы мне выдаете какой-то сумасшедший факт о вашем автомобиле. Ну, в моей машине очень хорошо и вкусно пахнет. Супер. Аромат. Аромат чего? Хвои? Зеленого яблока. А, зеленое яблоко. Это вы имеете в виду, что вы повесили вот эту пластиковую штучку, да? Которую пахнет зеленой яблой? Нет, нет, нет. А духи? Для автомобиля. Интересно, духи для автомобиля. Хорошо. Галочка есть. Олег, попробуйте парировать. Олег, теперь я подхожу к вашей черной фриоре. Олег. Как бы по поводу запаха, запах новой машины, ни одного движителя никогда не было, никакой полироли в машине. А, то есть, Олег сейчас как бы не означает, сказал, что у него свежачок. Неплохо. Ну, а теперь ваше преимущество. Моя? Ну, как бы... Климат-контроль есть. Есть. Достаточно комфортно. Это я вспоминаю вчера, человек сказал, у него сиденье в машине есть. Так, ладно, возвращаясь к автомобилю Бориса серебристой Chevrolet. Что вы можете сказать о вашем автомобиле, Борис? Ну, она очень быстрая, разгоняется за 6 секунд до 100 километров, вот, и не чувствуется совсем ни ямки, ни горки всякие на наших дорогах. А штрафы ГИБДД чувствуются? Штрафы тоже не чувствуются. А почему? Оплачивается все быстро. А я думала, у Бориса классический диск прикреплен спереди на номер просто. И вот любимая тема Оли сейчас пошла. Ладно, возвращаясь к автомобилю Олега. Олег, что вы можете сказать еще интересного о вашей черной приоре? Ну, как бы по скорости, я думаю, не уступит на нашем роли. Достаточно быстрая машина, очень доволен. Нет, ну а какие-то другие, что мы вот все повторяем друг за другом? То про запах, то про скорость. Нет, что-нибудь и другое, мне интересно. Вместительный ли у вас багажник, Олег? Багажник вместительный. Сидение, она хачбэком, сидение раскладывается полностью. Сзади вот я полностью рост. Рост, например, на 72. О, сразу о себе. У меня просто вопрос. Подожди, как Олег узнал, что полностью его рост поместится в разложенный багажник? Что это была за ситуация? Олег, но ведь вы в багажник класть не будете? Да, уже была такая ситуация, ездил в Астрахань. И человека нужно было подвезти, да? В лежачу состояние? Не подвезти, нет. Как бы уже лагерь разбили. Ну что, ты решила? Ты решила или тебе нужен еще какой-нибудь факт? Слушай, ну факт о том, что можно в лежачем положении ездить в автомобиле, это уже все проверено. Тем более машина новая, мне нравится запах нового автомобиля. Наверное, сегодня отдам победу Олегу и его черной ладе. Вот никогда не понимал женщины сейчас в этом отношении. Там человек тебе говорит, там и денюжки есть. И вкусно пахнет, что тебе еще надо вообще. И не красный цвет ведь у победителя. Сегодня я поддерживаю отечественного производителя. И поедешь в багажнике в Астрахань, а Олег пойдет на Монстрманию в эту субботу в Олимпийский. Вам достаются два билета. И у нас продолжаем мы разговор с гостями. Питер Ньюман, Алексей Колесников, участники этого невероятного шоу. Не хочется ли, Питер, иногда вот в город выехать на таком монстре? А разрешено выехать куда-нибудь? Ну, не на Центральный проспект, конечно. Вообще никуда нельзя? Но кто меня остановит? Я вам скажу, что вы не знаете, наверное, российской ГИБДД. Они остановят кого угодно. Я не знаю российской полиции. И дело в том, что я очень быстро выйду, поэтому это не такая хорошая идея. Потому что танк берет 80 литров, и он требует 1 литр в секунду на полном троте. Но только у меня закончится бензин, потому что моя машина требует 80 литров, и в секунду тратится по литру. Недалеко уедет, в общем. Вокруг заправки надо кататься тогда. Или просто от одного к другому. Алексей, скажите, а вот в городе и в повседневной жизни мотоцикл? Нет, 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 машина. Почему нет? Частый вопрос. Ну, как бы, во-первых, я считаю, что езда на мотоцикле по городу, это вообще гиперопасно. Даже ночью? Особенно, наверное, ночью. Особенно ночью. Очень часто, к сожалению, видишь ситуации вокруг, когда ребята садятся за современную мощную технику, не полностью отдают себе отчет о том, что они еще не настолько готовы ей управлять. Ну и плюс, конечно, на дороге как бы не все зависит от тебя, как в нашей ситуации. Если ты, допустим, на треке допустил ошибку, то ты ее допустил. Но на дороге, помимо тебя, миллион водителей и миллион ситуаций, которые просто не могут быть под твоим контролем. Ну а что же делать человек, если он хочет на мотоцикле покататься? Ездить, конечно. Если он хочет ездить, то, конечно же, ездить. Никто никому ничего не запрещает. И я, как бы, с уважением отношусь к всем и мотоциклистам, и автомобилистам. У меня нет никаких там конкретных там, да, моментов в ту или иную сторону. Нет. Конечно же нет. Но в своем случае я стараюсь передвигаться на машине. Ну и как бы еще, конечно же, напрямую связано с тем, что мы очень много времени тратим, проводим на мотоцикле. А вы когда-нибудь пытались залезть вот в этот монстр в машину? Катались на нем? Я на нем не катался, но я видел. На самом деле это грандиозный, грандиозный трек. Грандиозный трек, как он сделан, технически. То есть это просто ребятам надо дать должное. То есть это огромная машина, супертехнологии, огромный двигатель, огромная мощность. И управлять, управлять ей однозначно не дано каждому. Питер, вот вам тогда тоже такой вопрос. На мотоцикле любите кататься? Вы любите кататься на мотоцикле? Да, да. Я использовал мотоцикл, когда я был маленьким. И я двигаю спортсмейк, когда у меня есть время в доме. Да, я раньше занимался мотокроссом, а сейчас я дома. Иногда, когда есть время, просто катаюсь на мотоцикле. По улицам, да? Вместе с машинами. По улицам? Да, у меня много травм и шрамов остались от моих поездок на мотоцикле, поэтому то, что делает Алексей, это правда опасно. Ну что же, прекрасно. Значит, Питер считает, что на самом деле, как я так понял, что мотофристайл посложнее будет, чем Монстер Мани, вот это шоу. И мы сейчас прервемся на новости. После них услышим, что думают девушки о вождении мужчинами автомобилей. И обязательно пойдем. СПОРТ-ФМ. СТО ПРОЦЕНТОВ ЖИЗНИ. Задай вопрос ведущим СПОРТ-ФМ. Телефоны прямого эфира... Я сейчас хочу поговорить о вас, мужчины. Да-да, вы тоже далеко не идеальны на дороге. Буду жаловаться. Есть несколько типов водителей. Первый. Дерзкий парень или у меня крутая тачка. Это те самые, что играют в шашечки с остальными машинами, обгоняя, неожиданно разгоняясь и виляя из стороны в сторону без повода и без поворотников. Ну, типа профессионалы. Ну и кому это надо, скажите? Пугайте всех, создаёте аварийные ситуации, но поберегите своё здоровье и нервы окружающих. Тип второй. Хамы или самые умные. Эти ребята немного похожи на первых, но не так манёвренны. Самые умные не считают нужным показывать сигнал поворота, говорить спасибо, мигая аварийкой, и поворачивают налево с самого правого ряда. Молодцы! Продолжайте дальше всех бесить. Третий тип. Я никуда не спешу или болтуны. Эти ребята любят трепаться по телефону, не замечая, что едут 30 километров в час и тупят за рулём. Для таких давно изобрели блютуз или громкую связь. Ну и, конечно, нам, девушкам. Приятно, когда вы снисходительно относитесь к нашим маленьким промахам. Не крича и не дай бог не обзывая нас разными нецензурными словами. Фу, как некрасиво. Настоящие мужчины так делать не станут. Правила хорошего тона и на дорогах никто не отменял. После сегодняшнего мнения застрелиться хочется сразу, буквально. Алексей, ответьте, пожалуйста, что-то... Мужчины не умеют водить на дорогах, в отличие от женщин? Да нет, умеют, конечно, но отчасти я согласен. Кадров хватает. А я бы хотела, знаете, добавить ещё четвёртый тип, которые врезаются со всей дури в твою машину и после этого даже не извиняются. Питер, что скажете по поводу того, что девушки водят куда аккуратнее и не ведут себя по-хамски, в отличие от мужчин? Что ты можешь сказать о двигателях? Они действительно более аккуратны на дорогах и лучше, чем мужчины? Я думаю, что это зависит от человека. Есть очень хорошие женщины. Это зависит от человека, потому что есть, правда, очень хорошие водители девушки. И ужасные водители-мужчины. А на монстрах девушки катаются? За рулём. Да, есть около 15 активных, профессиональных водительниц, девушек. Вот попробуй такую подрежь на дороге. Она потом по тебе раз, 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 и всё, и по всем твоим... Присоединяем в прямом смысле. Алексей, а в мотофристайле девушки есть? Да, есть. Есть девчонки. Наверное, не так много, как в траках, может быть, да? То есть, ну, вот лично я знаю, наверное, пяток. А уровень у них по сравнению с вами? Ну, как правило, девчонок, наверное, которые могут соревноваться на сегодняшний день на таких высоких соревнованиях, как, например, там, X-Fighters или X-Games или соревнования FMXF, это официальный чемпионат мира, конечно же, нет. Но, тем не менее, они делают сальто назад, делают трюки. То есть, девчонки выступают. 400... ой, 495, код города, 276-093-2, 276-1-93-2. К нам присоединяется Виктор. Здравствуйте, Виктор. Слушаем ваш вопрос. Здравствуйте. С иностранцем я хотел пообщаться, спросить. Можно, да? Ну, конечно, конечно. Конечно, пожалуйста. Питер Ньюман вас слушает. Повторите, пожалуйста, ваш вопрос. Если честно, я... Я не понял, какую проблему надо решить. Я не очень понимаю, какую проблему, да. Виктор, вы можете свой вопрос озвучить по-русски, а мы попытаемся его перевести на английский. Отключился сейчас Виктор. Непонятно, что хотел спросить. Но я думаю, что стоит еще раз напомнить, что в эту субботу, 28-го числа, приходите в Олимпийский на шоу Monstermania, где вы увидите, как большие машины с большими колесами ездят в различных видах программы. И также показывают свои самые интересные трюки. И хотел бы я узнать вот у Питера Ньюмана по поводу популярности вот этого трака у него на родине. Есть трюки популярные в вашем стране? Да, это очень популярный в Свеции, действительно. Мы делаем это с... Мы создали ТОР в 2006. Это один из самых известных, или лучших известных, я думаю, в Свеции. Но это еще маленький спорт в Европе, но мы увеличиваемся, и мы надеемся, что мы здесь, в России, оставим так же. Так что это очень привилег, чтобы приехать сюда и увидеть спорт, чтобы увеличить не только в США, но и для нас, и для других. Это очень весело. А куда я должен зайти, чтобы научиться этому виду спорт? Надо самому его соорудить. Вообще у меня не было своего трака, но один знакомый парень мне одолжил, и я стал водителем. То есть у вас случайно у кого-то из знакомых была вот эта монстр машина? One of your friends had such a truck? Yes, yes. His name is Lars Larsson, the owner of the truck. He's not here with me in Russia, unfortunately, because he's in Florida with his wife on vacation. Да, и его трак называется Lars, и, к сожалению, он сейчас не в России, он отдыхает своей женой во Флориде. And the other guys that you will meet on the show and see on the show, they have built their own trucks. So it's very hard to get into the business if you don't build your own. So on the show it will be Vesa from Finland, it will be Patrick, he's also from Sweden, like me. And then there's a UK guy named Tony, who drives a swamp thing. Другие ребята, которых вы увидите в субботу, также соорудили свои траки. Без этого невозможно начать водить. Это также гонщики из Финляндии, из Швеции, из Великобритании. Алексей, вы смогли бы собрать мотоцикл? Ну, разобрать и собрать, наверное, смог бы. Но если начать с нуля, то, наверное, как бы это тяжело. А куда, если бы ребенку понравится ваши трюки, куда родители его могут отвезти заниматься мотофристайлом? Ну, начинать нужно в любом случае с мотокросса, либо с велоспорта, либо с мотокросса. В Москве достаточно много секций, я знаю, что и в Крылатском достаточно много клубов. То есть есть секции мотокросса, есть индивидуальные тренировки, то есть куча вариантов, куча треков. То есть то, где начать, есть с чего начать. Поэтому, как бы, в этом проблемы нет абсолютно на сегодня. Поэтому, как бы, начинать нужно с мотокросса, а потом фристайл, мотокросс, это уже, как бы, это будущее. Нужно в любом случае примитивные навыки, как тормозить, как поворачивать, чувствовать мотоцикл, научиться. Спасибо большое. Напомню, что у нас сегодня были в гостях участники шоу «Монстр Мания». Это Алексей Колесников, мотофристайл, и Пятер Ньюман, он пилот «Монстр Трака». Спорт-ФМ. Сто процентов жизни. Задай вопрос ведущим Спорт-ФМ. Телефоны прямого эфира 2760-93-2, 2761-93-2. Код Москвы – 495. Ваше слово в прямом эфире Спорт-ФМ. Пишите. Номер для СМС 5533. Слово «Спорт» в начале сообщения. Спорт-ФМ. Узнай, о чем щебечим мы и чирикни нам сам. Радио Спорт-ФМ в Твиттере. Реклама. Мама и папа гадают, что нам подарить. Ты им сказала? Давай вместе. Мама и папа, хватит гадать. Мы вам подскажем. 31 марта в 7 часов вечера открывается легендарный детский магазин. Мы так хотим туда. Там такое. Это надо видеть. Нам бы хоть одним глазком взглянуть. Ну же, ребенок ждет. Центральный детский магазин на Лубянке. Любишь ребенка? Отведи на Лубянку. Клуб «16 тонн» приглашает. 1 апреля. Человек-оркестр. Артист, который способен превратить любое мероприятие в праздник. Александр Пушной. Надо радовать. Нет, это не шутка. В среду, 1 апреля, в клубе «16 тонн». Концерт Александра Пушнова. Билеты 8-499-253-15-50 и на сайте клуба. Лицам старше 18. Телефон рекламной службы «Спорт.ФМ». 620-46-64. Код Москвы – 495. Словарь «Спорта». Соматотропин или гормон роста – это препарат, который в наши дни является одним из самых популярных среди запрещенных применению в спорте. Соматотропин, также известный как СТГ, стимулирует выработку печенью веществ, которые, в свою очередь, отвечают за рост и размножение клеток в тканях. В частности, он может оказать заметное влияние на костную и мышечную массы. Теоретически, при правильном применении, гормон роста безопасен, поскольку помогает укреплять все ткани организма. Но на практике ткани часто отвечают на стимуляцию неадекватно, и в местах их связей и зачленений возникают аномалии. Кроме того, при сильном повышении концентрации СТГ может развиться акромегалия – гормональное заболевание, которое обезображивает внешность и нарушает обмен веществ. Словарь спорта